Значит, в двух словах. Я приехал сегодня в Мариуполь для проведения встреч с избирателями, выступления на местных средствах от массовой информации, как кандидат депутата от партии Народный фронт, которым я иду по списку за номер 21. Я приехал также услышать простых мариупольцев, узнать, что они думают о ситуации в стране, какие их чаяния, какие их надежды. В первую очередь, уже пообщавшись вчера с рядом граждан, могу сказать, что, конечно же, главное желание мариупольцев это мир, чтобы закончилась война, чтобы закончилась литься кровь. Люди устали постоянно получать сообщения, что террористы обстреляли Сартану, то террористы обстреляли окраины Мариуполя или блокпосты. Вы знаете, что вчера была страшная трагедия в поселке Сартана. Погибли люди, которые пришли просто на кладбище и обстрелялись в системе реактивного залпового огня со стороны позиции террористов. Конечно же, все это недопустимо. Это ненормально. Но, тем не менее, у нас надо выстоять в этой тяжелой борьбе. И я хочу сегодня рассказать несколько слов о том, что такое партия Народный фронт, почему я иду по списку партии Народный фронт и кто в нашей партии, ради чего мы создались. Ну, я начну с того, что считаем, что настоящая независимость Украины началась только лишь с 20 февраля этого года, после того, как тиран Янукович бежал из страны под давлением гнева народного. До этого времени Украина оставалась колонией России. Хотя вроде бы по документам были независимы государством, на самом деле все ключевые решения принимались что Януковичем, что Ющенко, что Пучмой по согласованию с Москвой. Путин выстроил систему контроля за Украиной через своих шпионов, через своих агентов, через внедрение в экономику страны, таким образом, что ни одного ключевого решения приниматься без него не могло. Так случилось и с тем, что фактически Путин не дал Украине спокойно, мирно подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом. И народные массы были этим возмущены. Путин расставил своих людей на высшие посты государства. Например, где сейчас находятся последние два министра обороны, вы знаете, да? Саламатин и Лебедев находятся в России. Это люди, которые сдали всю информацию о несчастном положении нашей армии. И где последние два начальника службы безопасности Украины? Это Якименко и Калинин. Они тоже находятся в Москве. И эти люди сдали все и без того небольшие секреты Украины. Например, Саламатин был до 2006 года гражданин Российской Федерации. Ему за один день сделали паспорт гражданина Украины, чтобы он мог стать депутатом Верховной Рады. А впоследствии сделать его жительную карьеру. Лебедев строил в Севастополе дома для моряков Черноморского флота. Естественно, кто платит деньги, тот заказывает музыку. Сам Янукович и его семья имела немало совместных бизнес-проектов с Российской Федерацией. Брала кредиты в Российский банк и таким образом была на крючке. Задача партии «Народный фронт» это очистить Украину. Всех шпионов, негодяев, агентов, которые не дают развиваться нашей страны. Укрепить обороноспособность нашей страны. Потому что у нас произошло в Украине так, как говорили мудрые люди. Не будешь кормить свою армию, будешь кормить армию чужую. Но кормить-то еще куда ни шло. Но когда эти постоянно русские обстреливают, убивают наших ребят, делают их колещат и стендуются инвалидами, это никуда не годится. И все это стало возможным именно из-за того, что все предыдущие президенты Украины разрушали обороноспособность страны, не укрепляли ее. Поэтому наша задача – это укрепить обороноспособность страны, сделать Украину сильной, сделать сильными ее службы безопасности. И мы знаем, как это сделать. Мы ведем в Верховную Раду целый ряд командиров боевых отрядов милиции. В том числе тех, которые освобождали Мариуполь 13 июня. Которые настановили здесь правопорядок и дали возможность сегодня нам свободно общаться с вами, как свободным людям с свободными средствами массовой информации. Мы ведем в Верховную Раду командира батальона Днепр-1 по списку Юрия Березу. Командира батальона Миротворец Андрей Тетерука. По Киеву избирается депутат Верховной Рады мой друг Андрей Белецкий. Командир батальона Азов, который сделал всю возможность с ребятами, чтобы с минимальными потерями освободить центр Мариуполя от этой раковой опухоли, которая больше месяца не давала спокойно жить мариупольцам. Мы ведем в Верховную Раду таких замечательных людей, как Татьяна Черновол. Это хрупкая женщина, которая доказала всей своей жизнью преданность делу Украины. Когда все боялись и шептались по углам, что Янукович это навечно, Татьяна Черновол знала и верила, что это не так. Она перелезала через заборы резиденции Януковича, фотографировала роскошь, которой жил тиран. И говорила народу, народ, очнись, опомнись, тебя грабят, тебя уничтожают, перестань быть покорным. И она добилась своего, стала одной из провозвестниц Майдана. У нас по списку идут также Вячеслав Кириленко. Это лидер студенческой революции 90-го года, она так называлась революция на оградите. Это был первый украинский Майдан, когда смелые украинские студенты вышли защищать свои права. Это порядочный, честнейший человек, специалист в социальной и пенсионной политике, который в случае успеха нашей партии на выборах будет претендовать, возможно, на роль министра социальной политики или же министра по вопросам управления пенсионным фондом, поскольку у нас огромное количество проблем в этой сфере. Также с нами в списке идет Андрей Порубей, комендант Майдана, человек, который доказал всей своей жизнью преданность делу Украины. С 18 лет уже он устанавливал украинский флаг в центре Киева, в центре Львова, когда еще было КГБ, и он мог каждую минуту рисковать жизнью и сесть надолго в тюрьму. У нас же в списке идет Арсений Аценюк, номером один, премьер-министр Украины. Номером три идет Александр Турчинов, глава Верховной Рады. Я считаю, лучший глава Верховной Рады, самый патриотичный глава Верховной Рады. Посмотрите, какие законы буквально протащил Александр Турчинов через зал Верховной Рады. Это закон иллюстрации, который должен очистить нашу страну от рудиментов советского прошлого и осколков чиновников эпохи Януковича. Вчера был принят важнейший антикоррупционный закон, и принято решение о создании антикоррупционного бюро, как органа, который будет следить за борьбой с коррупцией в высших эшелонах власти. В частности, по новому антикоррупционному закону, теперь чиновники должны будут декларировать не только свои доходы, но и доходы внуков, правнуков, отцов, матерей, бабушек и дедушек. Вы знаете, что зачастую депутат или чиновник показывал, что он гол как сокол, в то же время на его тещи могло быть три дома, восемь машин. Так быть не должно. Чиновники должны работать на благо народа. Если ты воруешь, значит иди и не работай чиновником. Иди, занимайся бизнесом, но не работай здесь. Александр Турчинов всей своей жизненной позиции доказал, что он достойный сын Украины. Когда 20 февраля Янукович бежал, и система государственной власти была разрушена, то именно Александр Турчинов взвалил на себя всю ответственность за ситуацию в стране, разделив ее с Арсением Яценюком. Заметьте, что лидеры самой свободной партии отошли в сторону. Лидеры партии, в которой человек чемпион был мира по боксу, но раз бил противников, тоже сделал шаг назад. И только Александр Турчинов, кстати, перенесший достаточно серьезные заболевания в своей жизни, так сказать, едва выбравшись с того света, сказал, что я готов взять ответственность за страну. Я готов организовать легитимные законные выборы президента, чтобы наша страна могла дальше идти вперед. Александр Турчинов выполнил то, что должен был. Он передал власть вовремя, законно, не пытаясь ее зупировать. Первый случай, когда глава Верховной Рады, или исполняющая обязанности президента, не перетягивал на себя покрывало и сделал то, что он должен сделать. Арсений Петрович Аценюк, это европейский премьер-министр, человек, который обладает знанием иностранных языков, с которым свободно общается на одном языке с мировыми лидерами и делает все, чтобы спасти экономику Украины в это непростое время, когда она окружена и сдавлена, как в тисками Российской Федерации, которая отказывается нам поставлять по европейским ценам многоносители, закрывает свой рынок от наших товаров, цинично прикрываясь какими-то словесными выкрутасами. Арсений Петрович Аценюк, безусловно, это тот премьер-министр, который должен быть и далее. Фактически эти выборы, это выборы нового премьер-министра и выборы нового кабинета министра. Поскольку после избрания нового состава Верховной Рады по нашей Конституции фракции должны объединиться в коалицию и коалиция изберет нового премьер-министра и утвердит новый состав кабинета министра. Конечно, проводить выборы во время войны это непросто. И вы видите, какое огромное количество провокаций организовываются под выборы, по примеру, той, которая вчера была в Киеве, у стен Верховной Рады, когда группа из нескольких десятков молодчиков совершенно беспричинно начала нападать на работников милиции, которые стоически держали все их удары, после чего мы были вынуждены провести силовую операцию и задержать более 30 молодчиков, которые сейчас дают показания. И мы поведем это дело и покажем, кто, зачем и почему организовывал такие действия против интереса Украины. Но эти выборы, тем не менее, были нужны. Потому что предыдущий состав Верховной Рады или действующий сейчас, в большинстве своем подбирался Януковичем и его семьей под свои интересы. Вообще у нас большая беда была та, что все президенты, даже и Ющенко, и Кучма, все пытались контролировать парламент, чтобы депутаты делали только то, что им скажет президент. Это огромная проблема, потому что президент это отдельный институт государственной власти, Верховная Рада это другой институт государственной власти. Каждый должен действовать в рамках своих полномочий и не пытаться превалировать друг на друга. И Янукович создал депутатов Верховного Совета под себя. Вы знаете, что там очень много юристов, экономистов, академиков, только это все люди равнодушные. Когда на Мальдане лилась кровь 20 февраля, только 235 депутатов Верховной Рады осмелились прийти и проголосовать за станок кровопролития. Остальные 215 депутатов это трусы, которым было наплевать на гибель людей в Киеве. Ну, может быть, кроме нескольких тяжелобольных, кто действительно был прикован к постели, остальные недостойны считаться народными депутатами, на мой взгляд. Вот мне говорят, вы ведете в Верховную Раду командиров добровольческих батальонов. А что они знают, что они умеют? Они же не юристы, они же не экономисты. Вот так в этой Верховной Раде есть трижды доктор науки Уалов, есть заслуженный юрист Украины Портнов, уже полгода живущий в Москве, или Елена Лукаш. Только эти люди, которые носили высокое звание заслуженных юристов и докторские степени по праву, освещали с поднятием рук нарушения Конституции, поднятие законов, которые нарушения Конституции забрали элементарно на свободу собраний, свободу слова. Именно эти юристы, в кавычках, освещали незаконные решения Конституционного суда о передаче всей полномочии исполнительной власти Януковичу, которые не могли быть в принципе правом государства. Поэтому наша главная задача, чтобы в Верховную Раду пришли люди неравнодушные взамен тех равнодушных, которые там были. Я очень люблю фразу, которую говорил чешский патриот Юлиус Фучик. Он ее написал в своем дневнике за несколько дней до своей гибели за стенкой гестапо. Люди, бойтесь равнодушных. Именно с их молчаливого согласия происходят все самые страшные преступления на земле. Так вот и у нас в Украине произошло так, что избирали Верховную Раду по подкупу, по давлению на избирателей, по угрозу увольнения. Избирали тех депутатов, которые не чувствовали соответственности перед народом. Именно потому только 225 из 450 пришли останавливать кровопрометие. Хотя среди них было несколько десятков членов, почивших в БОЗе партии регионов, которые пересилили свой страх. И за их это можно уважать. Кстати, хочу сказать, что эти выборы проходят в достаточно спокойной атмосфере. Нет каких-то особых давлений. Административный ресурс не давит на людей, как это было всегда, когда ставилась задача в Киеве провести по тем или иным округам, кого надо. Даже вот у нас избирается мой хороший товарищ, бывший губернатор Донецкой области, Сергей Алексеевич Тарута. Я знаю, что он идет совершенно свободно, не подкупая, не запугивая никого, и избирается к свободным человекам. Я желаю ему удачи. Буду очень рад, если он разберется в Верховную Раду, поддержанную Мариупольцами в своем родном городе. Мы вместе с ним будем принимать полезные законы для развития Мариуполя и всей страны. Кстати говоря, Верховная Рада, если поддержит народ нашу партию, я хочу заниматься законодательской деятельностью в области реформы милиции, прокуратуры, судебной власти, для того, чтобы приближать ее к европейским стандартам, и чтобы правоохранительные органы по-настоящему начали служить людям, служить народу Украины, а не работать в качестве общества органической ответственностью на заработок денег, на себя и на нарушение закона. Это то, чем я хотел бы заниматься, это принимать законы и контролировать их выполнение. Это очень важно, потому что в основе нормальной жизни общества это жизнь по закону. Нет нормальных законов, это общество развиваться не будет. Спасибо за внимание. Думаю, у вас может быть много вопросов. Я, как человек, который участвовал в разработке плана по освобождению Мариуполя, был вовлечен в события 9 мая. Я могу дать определенные комментарии по этим вопросам, если не было. Прошу. А у Народного фронта идут кандидаты по 41-м, 42-м, 43-м и Донецким округам. Я думаю, он десятышком со мной сидит представитель штаба Народного фронта Мариуполя, тоже Антон. Я думаю, что он знает ответ на этот вопрос. Я прошу. Добрый день. Меня зовут Олег Нин Антон. Я представляю избирательные округа 57-й, 58-й, 69-й, 60-й, это юг Донецкой области. Северная часть Донецкой области, там есть другой руководитель. Поэтому, безусловно, идут кандидаты, безусловно, работа идет по северному округу. Я знаю, что зарегистрированы в нашем городе в Донецке куча коллега всем округам. Что это такое? Там будут выборы. Мы видим в Донецке бибборды оппозиционного блока, которые висят и ведутся. Выборы на той территории, которая занята террористами и не контролируется, пока законными властями Украины, проходить не будут. Я думаю, что это психологического определенного рода действие, рассчитанное на определенные психологические моменты. Но юридические выборы будут проходить только на той территории, куда мы можем провести бюллетни, где созданы избирательные округа, где созданы комиссии, где можно фактически провести выборы. Но, например, на Вазовске выборов не будет. А что, на юридические, то кандидаты тогда зарегистрированы церковь, я так понимаю, все равно тот же кандидат, которые идут в свою... Значит, еще раз повторяю, выборы на этой территории, которая не контролируется законно украинской властью, проводиться не будут. Я имею очень много вопросов к составу Центральной избирательной комиссии, потому что это та же Центральная избирательная комиссия, которая проводилась с огромными, тотальными нарушениями выборов 2012 года. Это комиссия, которая создавалась еще при Януковиче. Ответственность за проведение выборов сегодня взял на себя президент Украины, Петр Алексеевич Порошенко, потому что это по его указке фракции «Свобода» и «Удар» вышли из существующей коалиции в июле месяце. Поэтому о том, о качестве проведения этих выборов, это будет 30 сил. Он мог предложить заменить членов избирательной комиссии досрочно прекратить полномочия, но это сделано не было. Это в том числе приводит к неудовлетворенности целого ряда кандидатов, депутата Верховной Рады, некоторых не зарегистрировали, некоторых, как Хорошковского, наоборот зарегистрировали, хотя всем было известно, что два года не было в Украине, а закон был написан так, что необходимо было не больше полугода быть за пределами Украины. Может быть, это и не так важно, может быть, надо поменять закон, но закон же и закон. Зачем тогда было его таким принимать? Поэтому я лично недоволен работой избирательной комиссии, центральной, и я думаю, что, так сказать, это скажется на качестве выбора. Я также хочу сказать, что я сторонник, и партия Народный фронт это не мажоритарная система. То есть, это система пропорциональная или же система пропорциональная под открытым списком. Люди должны понимать, какая партия или группа лиц взяла на себя ответственность в стране. Чтобы у нас уже не было так, когда, вы знаете, знаменитая речь Ефремова после бедства Януковича, мы ничего не знали, мы ничего не могли, у вас было большинство Верховной Ради, у вас была коалиция, вы принимали все законы, ничего не знали. Нет, это ваша, дорогие друзья, ответственность за все, что происходило в стране. В том числе и за то, что Янукович довел до того, что народ восстал против него. Это ваша ответственность. Когда вы голосовали, например, за оставление Черноморского флота России до 2042 года, голосовали за те законы, которые стравливали Украину между собой и так далее. Поэтому вопросов много. К сожалению, еще раз говорю, выборы проходят в мюджетарной системе. Я считаю, что это для Украины плохо. Это ее продвигает вперед на очень медленными шагами. Пожалуйста. Анна Просткова, 0629 у нее. А можно вопрос по милиции Мариупольской и конкретно по полиции, которые занимают там? Почему не сменили милиционеров в городе после всего случившегося? Почему? Например, сейчас, ну, фактически, милиция руководит Горустович, который непосредственно во время митингов ДНР его называли своим, кричали, милиция с народом. Тот же Скляров, который жал руку сепаратистам, террористам, как мы их называем. Но при этом они до сих пор занимают свои должности. И не сменили начальника областной милиции. Как это? Значит, по начальнику областной милиции, то я думаю, что в ближайшее время будут вопросы решаться. Паден Пожидаев попадает под действие закона и люстрации, как лицо возглавлявшее больше года центрально один из управлений милиции Волганской области, кажется, Кировоградской. Вот, на сегодняшний день принять закон и люстрации для того, чтобы высшие руководители как силовых структур, так и государственной вертикали власти, должны были бы уйти, если они работали больше года на своих постах при Януковиче. Я поддерживаю этот закон. Он нужен для того, чтобы произошла ротация власти, которая не произошла после Майдана в той мере, которая должна была произойти. Люди хотят видеть новых людей, новые лица. Вы совершенно здесь все с вами согласны. И нужно это делать законным путем, принудительно, потому что иначе мы не сможем поменять ситуацию в Украине. Проблема есть с кадрами, действительно. И, видимо, то, что у нас заложено в реформе милиции, это возможность назначения на высокие должности тех людей, которые ранее не работали в милиции, но, например, имеют юридический опыт. Я это поддерживаю. Например, если человек работал адвокатом или судьей, и если ему поручить возглавить районное дело милиции, то ничего здесь плохого не будет. Он будет как менеджер, придерживаясь буквы закона, наводить порядок в городе. Что касается тех фамилий, о которых вы говорите, я на память не знаю начальника руководителей города Мариуполя, я знаю начальника милиции Донецкой области, Пожидаева. Ответственность за их назначение лежит рекомендацией на нем. Но могу сказать, что когда в Мариуполе 9 мая произошел переворот или пуч, то была ситуация, что приходилось поддерживать некий общественный порядок с учетом того, что в городе бегало пару сотен вооруженных автоматами людей. Милиция была Донецкая, Луганская с марта месяца деморализована. И она не была в силах, не хотели, скажем так, сотрудники милиции и их руководители оказывать достойное сопротивление террористам. И вы знаете, Мариуполь освобождался силами наших батальонов милиции, собранных из добровольцев батальонов Назов, батальонов Днепр-1, Национальной гвардии, потому что кадровая армия или кадровая работники милиции не были в состоянии духовно, им не хватало силы духа освобождать Мариупольцами. Проблема с кадрами такова и есть. Вот, и я еще раз говорю, что нужно нам разрешить назначать на высокие должности тех людей, которые не имели отношения к милиции. Например, я не имею отношения к милиции, занимаю постсоветника министра, раньше на моей должности был целый генерал-ютина. Но, думаю, что время покажет и оценит позитивно мою работу на данном посту. Хотя, я еще раз повторяю, опыта работы в милиции не имел. Нам важно, чтобы на больших руководящих постах государственной власти и силовых структурах были патриоты Украины. Они равнодушные люди. И, конечно же, я приветствую любые изменения, если на пост становятся патриоты, которые за Украину. Но, о чем сказать, что зачастую просто с криками «Мы за Украину! Слава Украине! Героям слава!» могут прийти и негодяи, которые просто будут использовать посты в дальнейшей наживе. Для чего созданно антикоррупционное бюро, для чего реформирована прокуратура, для чего необходимо, чтобы гражданское общество средством вас информации выявляли негодяев, коррупционеров, так как это делает ваш сайт известный, действительно, и я знаю даже, что есть такой сайт. Заходи в несколько раз. И сообщайте об этом, чтобы общество знало правду. Спасибо. Лисегор Николаев, я хочу спросить, вы перечислили, что будете работать с судами, со всеми структурами, планируете ли вы работать со СМИ, потому что до еще военных действий в Мариуполе были нападения на журналистов, были заявления в милицию, но милиция вообще никак не прореагировала, списала это на хулиганские действия. То есть, было разбито оборудование, нанесены определенные... Как вы работаете? Вы планируете защищать как-то СМИ? Во-первых, я являюсь активным пользователем социальных сетей. У меня сейчас 77 тысяч подписчиков в СБИКе. Я регулярно читаю в социальные сети сообщения, которые присылают люди, я в курсе событий. Я знаю о том, что где происходит и собираюсь в курсе событий оставаться в дальнейшем. Что касается качества работы милиции, не все преступления можно раскрыть. Если ночью напали лица, которые были в балаклавах или их лицо не видно, и вы не знаете, кто они, и нет записи с камер наблюдения, то найти этих преступников очень непросто. В частности, если вашу камеру разбили, а не продали потом на блошиный рынок для перепродажи, то потом установить связь очень сложно. На Западе раскрываемость составляет 30-40% преступлений. Но важен вопрос, чтобы было желание их раскрывать. То, что вы говорите, что были нападения на журналистов, я еще раз повторяю, наша милиция работает плохо, очень плохо. Волшебные палочки, чтобы ей взлокнуть, и все стало на свои места, ни у Авакова, ни у меня нет. Милиция – это тоже часть общества. Наше общество глубоко больно массой проблем. Больная милиция. Надо ее оздоравливать путем прихода новых кадров. Мы это делаем тем, что мы создали добровольческие поведения милиции, куда пришло по зону души 5000 человек, которые идут, в том числе погибают, ранятся. И это как раз и есть тот кадровый резерв, который после завершения боевых действий придет работать в милицию. Вспомните классиков, кто у нас прекрасные были милиционеры. Давид Готфман из фильма «Ликвидация». Кто? Подполковник Советской Армии. Жеглуб и Шарапов вместо встречи изменить нельзя. Кто это? Люди, пришедшие с войны. Так вот, очень с поведливыми ребятами это будут как раз бойцы батальюна «Азов», которые, когда закончится война, придет кто-то станет замначальником РОВД по общественной безопасности. Я могу сказать, что сейчас вот здесь присутствуют ребята с батальюна «Азов». Они тут сейчас еще подучатся. И через полгодика каждый из них может, например, руководить общественной безопасностью, охраной общественного порядка в каком-то городе или каком-то районе. Почему? Потому что они честные люди. Они готовы были погибать ради Украины. Поэтому они будут готовы наводить порядок в разы более спокойной ситуации. Вот так. Прошу. Давайте, не стесняйтесь. Чем больше вопросов, тем лучше. Вы же мои выступления видели. Валерия Романова только «Сигма Мариуполь». У нас, как жители Мариуполя, конечно, не меньше, чем выборы. Интересуют вопрос военно-политической ситуации в городе. Нас ежедневно убеждают в том, что в Мариуполе очень такая хорошая защита обороноспособность, что на нас ни в коем случае не нападут. Но мы видим трагические события вчера в Сартане, практически там ежедневные обстрелы двух постов. Как Вы, Ваши отношения как помощника министра внутренних дел к этой ситуации? Все говорят, что к нам приехала миссия ОПСЕ, которая должна наблюдать за теми минскими договоренностями и исполнением минских договоренностей. Но никто не видит на самом деле исполняют ли эти минские договоренности. То есть, как будет сейчас реагировать власть на все происходящее? Потому что говорят много. Спасибо за вопрос. Минские договоренности так называемые, это были вынужденные договоренности, которые были заключены, потому что Путин совершил то, что в принципе надеялись он не совершил. Путин ввел свои регулярные войска в Украину 24 августа. Украинская армия, которую пришлось возрождать из руин, могла противодействовать террористам, могла противодействовать наемникам из России, которым передали много вооружений, но регулярно российской армии, наша украинская армия противодействовать не могла. У них новое оружие, у них есть боевая слаженность, у них есть 15 лет опыта войны в Чечне и контроля за горячими точками на Кавказе. Могу сказать, что когда было сражение под Иловайском, наши ребята-разведчики захватили танк российский. Так вот, он был произведен в октябре 2013 года. Оборудован совершенно новыми прицелами, системой электроники и радиосвязи. Наши танки по 30 лет, которые ломаются через каждые 50 километров. Бог говорит откровенно, я уже сказал, что мы не кормили свою армию, теперь мы за это расплачиваемся. Ответственность на этом лежит на политиках, которые руководили страну в 23-м году. Всех 4 президентов, всех 7 составов Верховной Рады, и знаете, что такое? На гражданах Украины, которые избирали таких людей, которые грабили эту страну. Так вот, минские договоренности были вынуждены, заключенные, как я, со слезами на глазах, скобком в Орле, для того, чтобы Россия дальше не шла. Однако Путин, в принципе, и не планировал идти дальше. Почему? Он ввел до 3-4 тысячи своих военнослужащих в Украину, в район Новозовска, в район Терманово, в район, так сказать, Иловайска, Амросиевки, Луганска, для того, чтобы укрепить позиции террористических группировок. Почему он это сделал? Дело в том, что если бы даже такими этапами, как мы шли, нам надо было бы еще пару месяцев, мы полностью бы уничтожили бы террористов и заставили бежать с этой территории. Даже операция в Иловайске должна была быть шагом по перекрытию трассы Донецк-Зугрес-Харцирск-Снежной от РС-Россия. После перекрытия этой трассы Донецк был полностью окружен. Дальше уже было дело в нескольких недель его освободить террористов, которые бы лишились подвоза боеприпасов. Подвозовое оружие и так далее. У нас просто не хватало сил. Это есть откровение. Но Путин не мог себе позволить сдать позиции так называемой Новороссии. Потому что если бы мы убрали террористов с Украины окончательно, то русские бы задали вопрос. У нас же самая сильная армия. У нас есть подводные лодки, самолеты, спутники. Почему же тогда мы не можем защитить Новороссию? Путин же создал в России огромный миф, что в Украине идет гражданская война, что Россия в ней не участвует, а только лишь помогает добровольцами, теплой одеждой и так далее. Вся военная техника, которая здесь, это техника, которая якобы забрана украинской армией. Конечно, это все ложь. Но, как говорил Геббельс, чем больше ложь, тем больше в нее верят. Поэтому на сегодняшний день русские войска не двигаются вперед. Только лишь террористические группировки не в состоянии осуществлять крупные войсковые операции, проводить какие-либо наступления. И с ними мы легко расправимся. Вы знаете, что на днях батальон АЗОВ уничтожил танк противника в районе поселка Комсомольская, кажется, и подъехавшую на место машину с российскими офицерами броня автомобиль тир. Судя по всему, мне вот ребята из АЗОВа говорят, что видимо эта расплата сейчас месть определенная, почему так стреляют последние не по блокпостам. Надо сказать, что хочется как-то отомстить. Страдают мирные жители, но мы тоже отвечаем в ответ. Мы не молчим. Значит, поэтому могу сказать следующее. Путину сам по себе Донбасс или Крым не нужны. Ему не нужны и шахты убыточные, ему не нужны земли в России предостаточно. Полезных ископаемых у нас тех, которые были бы особо ценные, тоже нет. Он это сделал для того, чтобы держать в узде свой народ. Он показал россиянам, смотрите, украинцы восстали против своего президента, пусть он был очень плохой, но законный. Почему же они не дождались выборов, надо было на выборах его переизбирать. И вот они расплатились за это гражданской войной, потому что одна часть украинцев украиноязычных хочет поработить украинцев русскоязычных. Конечно, это тоже ложь и вранье. Тем не менее, в него верили и тем не менее ехали русские наемники спасать Новороссию, многие из которых вернулись обратно только лишь в Цинковых гробах. Поэтому сдавать Мариуполь никто не планирует и ведутся переговоры с той стороны действительно о том, чтобы подровнять линию обороны. В том числе предлагается, чтобы все-таки Новозовск был возвращен. В том числе идут торги именно за Новозовск, за эту линию приграничную Тельманово и так далее. чтобы анклав террористический был более подровнен по границам. Дело в том, что фактически сами террористы не в состоянии охранять эту территорию. Это практически 80 километров на север от Новозовска. У них там просто нету желающих это делать. Поэтому там стоят русские. Русские не ушли, хотя такая была часть договоренности. миссия АБСЕ прошло полтора месяца с момента недовольности только сейчас приехала, еще и не запускает беспилотники, которые запланированы были для этого. Вообще по плану АБСЕ должно было контролировать территорию, чтобы не было обстрелов, чтобы не объективно отформировали мировое сообщество. Но будем говорить так. Договора соблюдаются тогда, когда две стороны хотят их совместить. В данном случае одной стороной является Украина, а второй стороной является кто? ЛНР, ДНР это на самом деле мариониточные террористические структуры, которым отдаются команды в Кремле. Но сам же Путин или посол России не участвовал в подписании этих договоренностей. Там стоят подписи каких-то Пургиных, Захарченко и прочих, которые никто и завтра может вполне узнать, что они как Паша Убарь попали в аварию и их уже нет живых. И нехом могут выполнить эти договоренности. Сами террористы враждуют между собой особенно сейчас серьезный конфликт в Луганской области, так называемые казаки донского казачества опираясь на местных казаков заявляют, что они признают Луганскую народную республику и называют тех, кто на Луганской народной республике известным словом пи и заканчиваются на сын. Есть публичное видео в интернете и так далее. Вот такая ситуация. Но Мариуполь сдавать никто не будет, за ним будем бороться. Захватить Мариуполь возможно группировкой не менее 5-7 тысяч моторизованных войск. Таких сил у террористических группировок нету. Но без нее будущего не будет. Мы же со своей стороны укрепляем оборону Мариуполя и так далее. Если Путин даст приказ наступать на Украину своей регулярной армией, то регулярная армия Путина пока сильнее украинской армии. Действительно, это факт. Их новое оружие нам лучше слажено. Но Путин может выиграть отдельную битву, но не выиграть войну. Наполеон тоже воевал много, но он не мог покорить, например, Испанию. Будет партизанское движение, будет версионная война и так далее. Поэтому на сегодняшний момент сохраняется статус-кво. Задача Путина сейчас каким-то образом нормализовать ситуацию на захваченных территориях. Состав России он их включать не хочет, потому что надо кормить еще 3 миллиона артов по сравнению с Крымом. Там сейчас будут попытки какого-то типа налаживания, быта, хозяйства. Но думаю, что они не увеличаются успехом. Во-первых, экономика Донбасса была завязана на Украину по-многому. И в том виде, который есть, она не сможет дальше работать. Вчера, если вы слышали, фористы прямо захватили здание городского совета и назначили своего типа мэра Донецка по принципу «Я так хочу». Поэтому дальнейшие действия будут такими же, как попытка сохранения лица. На 2 ноября назначены типа выборы, на которых типа выберут каких-то лиц, согласованных в Кремле. Но, еще раз повторяю, жаль, что жители Донбасса купились на эту пропаганду. И части жителей Донбасса помогала действительно выстраивать ту систему поддержки террористов, которая есть сейчас. Сейчас за это наступила расплата. Спасибо большое. А можно еще уточнить? Вы сказали, что выборы не будут проходить на тех территориях, которые оккупированы на закон о формировании. Можно еще раз уточнить, очертить, какие конкретно это населенные пункты и территории, где эта граница проходит? Есть граница в интернете, вы можете посмотреть на сайте Цвета национальной безопасности и обороны, там четко нанесула та территория, которая забрана. Я не умею. Знаете, вот в фильме есть «Матрица», там что-то, что-то раз так размахнуло руками, он говорит, «Экран», там у меня этого нету, поэтому пока не обладаю такой технологией, поэтому еще раз, есть на сайте Цвета национальной безопасности и обороны, там посмотрите, все это есть. Дело в том, что там, где выборы могут состояться, даже если основная территория какого-то района или области принадлежит террористам, либо там идут правиловые действия, даже там есть попытки сформировать участки и работа ведется большая. То есть даже там, где у нас частично оккупированная территория, но есть возможность каким-то образом создавать участковые комиссии, эта работа ведется и выборы будут проведены на большей части Донецкой и Луганской области. Прошу. Скажите, вот буквально несколько месяцев назад тот же Аваков выкладывал какие-то палатки современные, которые будут, должны быть, прибыть к бойцам, наши непосредственно и еще какая-то техника. Что сейчас планируется в обеспечении, может быть, каком-то современном помощи, именно техническое вооружение наших бойцов, которые охраняют варьевую пальцах? Я вам говорю об открытых вещах. Сначала принесло, с мая месяца завода Национальная гвардия получит 1300 различных орудий автомобилей, для того, чтобы наши солдаты могли передвигаться в комфортных условиях, в том числе порядка 350 автомобилей будут бронированы. Это и Кразы, бронированные грузовами, это автомобили Кувар, Спартак, очень комфортные, быстрые, современные. Это определенного рода бронетехника. Фактически, когда мы вступали в эту войну, в апреле, мая месяца, возить даже солдат было нечем. В грузовике были разваленные, рассыпавшиеся в прах 40-50-летние Зилы, Уралы, которые ломались на каждом ходе. Сейчас идет обновление парка грузовой техники, укрепление бронетехникой и замечательная техника, это броневтомобиль Кувар, сделанный на базе Toyota Land Cruiser, который оборудован с автоматическим гранатометом, крупнокалиберным пулеметом. В принципе, Toyota Land Cruiser превращается в машину, которая бережет солдат от осколков, от любого мелкокалиберного оружия, от D7-62, и при этом обладает большой огневой мощью. Я лично испробовал эту машину, в ней вмещается 10 человек, то есть водитель плюс 9 десантников, и крупнокалиберный пулемет позволяет моему автомобилю уничтожать любую легкопрогированную цель на расстоянии до двух километров. Это действительно серьезно. Такими автомобилями будут оборудоваться полки национальной гвардии, в частности, уже две таких машины получили батальон АЗОК, думаю, что эти машины вы увидите с Пора на улицах Мариупера. Везде проблема одна, деньги. Например, одна машина типа Кугуар стоит полной экипировки от 220 до 270 тысяч долларов США. Бронированные стекла, дорогая резина, ходовая переделка, броня стоит денег. Что касается бытового обслуживания, заказана национальная гвардия, я вообще за национальную гвардию, потому что она входит в структуру ОВД, я знаю это, заказан целый комплекс машин, которые позволяют в поле обеспечить ванно-плачечное обслуживание военнослужащих. Это на базе КРАЗа делается душевая, где может одновременно мыться 5-6 человек в отдельных душевых кабинках с системой регенерации воды. Это машины, которые обеспечивают стирку, глажку, сушку, белья прямо в поле, в полевых условиях, которые работают за счет дизель-генераторов и, так сказать, тепла, который вырабатывает машина и другой энергии. Это установка блок-постов утепленных, это установка системы обогрева, то есть, грубо говоря, что на каждом блок-посту была удобная печка, которая бы не высвечивала, так сказать, свое местополождение, огнем при этом вырабатывала тепло. Это обеспечение военнослужащих теплой одеждой на зиму. У нас будут все насладельцы милиционеры обеспечены комплектами теплой одежды, разработанные по новым дизайнам с учетом всех современных специфик. И удобные для боя и для отдыха. Такая работа ведется и вы это все увидите в ближайшие дни, потому что наши ребята будут ходить уже в новой теплой одежде.